Всем привет, с вами Дмитрий Михайлов. Вы на моем канале Коммент Бай. Это видео выходит с опозданием. Работа проводилась в феврале 2018 года, а сейчас у нас в мае 2018. Пару месяцев назад. Но почему я решил показать это видео, объясняю. Ко мне заказчик обратился в следующие проблемы. У него при его высоте дома постоянно отключается котел. То есть, что-то было с дымоходом не в порядке. Что приехали с сервисного центра Вайлентовского. Они сказали ему менять газовый котел. У него появились некоторые сомнения. Тогда он через моих постоянных клиентов вышел на меня. Сейчас этот дом довольно высокий. У него от земли до свеса 9 метров. Плюс метр уходит соколь, где у нас газовый котел идет. Плюс еще метр идет подключение котлу. Итого у нас уже 11 метров. И вверх около 4-5 метров до верха грибка. Вот грибок, который вы видите наверху, это под камин. Туда еще метров 4. Ориентировочно где-то 15-16 метров. Грубо высота дымохода. Но подключение всегда происходит постоянно. Зимой. Сложность на этом объекте была в следующем. Здесь не может подъехать ни одна люлька. То есть, я не могу вызвать люльку и при помощи механического средства попасть на крышу. Поэтому объект сложный из-за того, что очень большая высота раз и зима. Февраль месяц. Это два. Видите, снег лежит. Но проблему решать надо. Поэтому я вам покажу, как буду ее решать. Так, сейчас перед вами следующий комплект дымохода. Сначала стоит вот такой вот переход. Я уже размер замерял из котельной. Поэтому приблизительно он. Делал дополнительно юбки, чтобы не провалилась. Если с размером ошибся, чтобы можно было остановить трубу и ее зафиксировать. Сверность сварной. Переход обязательно идет плавно под конусом вверх. Ни в коем случае, но в таких вещах нельзя сделать его прямой, когда идет примыкание. Потому что здесь заужение будет, сечение. И если вы сделаете вот эту вот часть сварить сразу в ровную, то проблема будет. Вы не решите проблему, которая перед вами стояла. Котел может выключаться. Здесь приятно с этой трубой работать. Это ПСДшная труба. Грибок вставной. У него характерная отбортовка идет. Отбортовочка идет для того, чтобы осадки не попадали внутрь трубы. И он без соединения. У него штамповка. И кольцо уплотнения. С кольцом уплотнения отбортовочка аккуратненько стоит под герметик. Так, сейчас я забрался наверх. Около 20 метров выставили лестницу. Газы реально тяжело и холодно. Объект тяжел, скажу так, из-за подъема. Сейчас сеточка стоит. Я ее сейчас буду убирать. Вверху, вот смотрите, где выходят газы. Видите, что происходит? И в результате вот эта ржавчина, которая образуется. Но здесь ее не должно быть. Котел очень мощный. Ему не хватает потока ветра, чтобы выдуть из него эти газы, которые вышли. Какой-то умник еще перегородку поставил. Я думаю, что эта перегородка, скорее всего, и помешала им смонтировать дымоход. Потому что, слава богу, заказчику повезло, что дымоход квадратный, он выведен прямо до вот этой перегородки, которая служит усилением. Почему не вывели? Думаю, что из-за этой перегородки. Вот сейчас вот крайняя труба собрана также по конденсату. Это очень радует. Несмотря на то, что эта труба делалась очень давно, 8 лет назад, крайне зарезана очень хорошо. И очень повезло еще раз заказчику, что труба собрана по конденсату. Потому что проблема, видимо, была. С этой трубой перегородки никакой нету. Ее вывели. Почему ту трубу не вывели? Ну, я не знаю. Мне затрудняюсь сказать. Может, из-за отсутствия опыта, может, чего-то не хватало, какого-то куска трубы, метра или полтора, из-за крыши тяжелой. Много может быть факторов. Вот так выглядит моя работа. То, что мы сделали наверху. Поставили кольцо уплотнения обязательно. Под ней стоит герметик. Я не ставлю кольца, под ней не без герметика. И труба. Труба вышла у нас. Я поставил миллиметровку, потому что заказчику была миллиметровая сталь и 0,6. Я взял миллиметр и грибок поставил. И внизу переход. Переход этот пришлось мне переделывать, потому что я с размерами не попал. Переваривали его, потому что у меня переход был больше, чем размер вот этой трубы. Внизу размер был 160 на 270. А вверху оказалось 240 на 135. Поэтому переделали этот переход. Вот этот вот конус, может быть, он вам не передался, но он есть. И газы будут выходить плавненько. Видите, что как газы уходят. Они не будут ударяться в верхнюю 180 трубу. Всё обработал герметиком слева, справа, по всему периметру дополнительно термостойким красного цвета, который стоит, который не боится никакой кислоты. Производители разные. Роли не играют, как его используют. У них состав одинаковый практически. Здесь по полсантиметра. И здесь полсантиметра. Потому что, что я говорю, все работы проводились замерно и внизу. На такие объекты, на крышу лезть смотреть, нет. Вот герметиком. Вы видите, как обработал я. Он вылез с обратной стороны. Я здесь дополнительно его ещё протягиваю, чтобы нигде никаких подтеканий не было. Потому что я к этому отношусь очень серьёзно. Чтобы трубы текли, это для меня неприемлемо. Сейчас мы находимся в котельне. Котёл Вайланд стоит. И 180-й выход. Труба стоит, угол 90. Ещё угол 90. Балтвентовские, калининградские. Потому что котёл ставился, когда они были на белорусском рынке, эти производители. Хороший производитель. Классный, четырёхсегментные углы. Вопросов нет. Кислота 304-й везде стоит. На прочистке. Единственное, что здесь тройник ещё стоит, если заглушку снять с 304-й, то там переход идёт на прямоугольник 430-ку. Визуальный анализ показал, что с трубой проблем нет. Котёлы работают. Конденсат не съедает. Единственное, что здесь, с чем вы можете столкнуться, и если обратили внимание, у меня стоит грибок. Вот здесь нет сборника конденсата. Его не вывели. Там просто стоит одна заглушка. И поэтому, если убрать грибок, то осадки будут попадать, идти прямо по трубе вниз. И может собраться большое количество. Поэтому грибок я поставил, но вы должны понимать, что грибки, они запрещены. Если делать всё по нормам, делать всё по толку, надо обязательно вводить на газовых котлах сборник конденсата и выводить в канализацию, делать отток. Обращайтесь, ещё раз повторяю, к профессионалам. Если не знаете, как определить профессионала, посмотрите его работы. Потому что вот эта вот работа, она реально стоит 10 долларов. Люди, которые умеют держать болгарку в руках, могут вам подключить этот котёл в течение 10 минут. Пару резов сделать и включить его в общий стояк. На этом объекте проблема заключалась, потому что очень высокая крыша. Если вам говорят, не надо выводить за общий грибок, не верьте. Гоните его в шею этого строителя, потому что могут вам по ушам проехать. У меня стоит, у моего родителя стоит, и у всех моих родственников никто не выводил. Нет, обязательно газовые котлы твёрдотопленные выводить за общий грибок, чтобы спать спокойно. И ещё раз напоминаю, котёл это мощное. Ему надо большой поток воздуха, чтобы выходил. Ни в коем случае заужение, сечение нельзя. И когда это всё собирается под грибком, вы в котле делаете мощность больше, под грибком газы собираются. Ещё раз повторяю, когда большой объём воздуха выходит, он поступает, во-первых, в камеру сгорания, и такое же количество его уходит. И образуется грубо пробка, ему некуда выходить. И котёл просто автоматически его выключает. На мощных котлах эта проблема есть, довольно часто я езжу на такие объекты. Всё, не совершайте ошибки, учись на ошибках других. Всё, хорошего всем настроения. С вами был Дмитрий Михайлов. Коммент бай. Пока.